Снегопады добавили работы коммунальщикам, уборка дорожно-уличной сети проходит в штатном режиме, усилена работа по вывозу снега. А вот содержание дворовых территорий оставляет желать лучшего. Об этом шла речь на аппаратном совещании в городской администрации. Специалисты отдела энергетики ЖКХ проверили более 80 дворовых территорий, которые относятся к 11 управляющим компаниям. Порядка 17 замечаний мы выявили по очистке территории. Мы сейчас включаем в наш график дома, где проживают люди с ограниченными возможностями, особое внимание уделяем. По данным территориям все очищено, все хорошо, замечаний нет. Но по другим, то есть есть перечень территорий, где есть замечания, уведомления в управляющей организации направлены. Объезд показал дома микрорайона 23, вот эти все, которые у нас в прошлом году, в этом году были в программе «Городская комфортная среда». Вы меня поняли, да? Да, да, да. Проведите выездное совещание с управляющей компанией по этой территории. Хорошо. Яркий пример качественной уборки территории. Яркий пример. Не поверите, подъезды все как один убраны. Более того, так сказать, не поверите в то, что я был сам приятно удивлен. Он щетками его метает. В одной зоне подъезда он его метает с ним щетками. Управление ЖКХ продолжает работу по плану. Дороги чистят, посыпают песко-соляной смесью. На этой неделе начнут вывозить снег с внутриквартальных территорий. Я вам утром во время объезда делал замечание. Вы не озвучили его. Это, так сказать, въездная зона. Особенно на примере детский сад, который на Попово находится у нас. Там выезжают. У нас ребятишек сейчас доставляют в большей степени не на самках детского сада, а на машинах. Водителями был отмечен выезд как раз это улица Попова и территория новой школы. Просто посмотреть также ограниченная видимость. В целом водителями автобусом была отмечена качественная и своевременная уборка снега после снегопадов. По происшествиям пожаров за прошедшую неделю на территории Бердска не зарегистрировано. Минувшие выходные произошел порыв высоковольтного кабеля. В воскресенье произошла авария в районе Боровой. Порвали два высоковольтных кабеля десятки. Значит, оперативно была вызвана бригада. В течение двух часов устранили порыв этот кабеля. Земляные работы проводил просто один экскаваторщик или же, так сказать, там разметку сделал мастер. Если мы сделали это по съемку и подписали, не отдали его мастеру, и мастер не был на объекте, и не поставил вешки в более опасных моментах, где можно в створе копать, где нельзя копать, то экскаваторщик, ему безразлично, что мы подписали. Перед началом работ они должны были вызвать инспектора СРЭС, чтобы прозвонить в этот кабель. Они это мероприятие не выполнили, поэтому кабели и порвали. Значит, выдача разрешения на земляные работы под контролем? Под контролем. Значит, в выходные дни, несмотря на то, что я там понимаю, что конец года, нужно успеть. Либо мы прекращаем, так сказать, давать разрешение на работу в выходные дни. Просто прекращаем. Потому что события то в лабораторию не вызвали, то мастер не вышел. Отпустили одного рабочего непосредственно, так сказать, проводить работу. А два часа город стоял, часть города была без электроэнергии. Я понимаю, что там маленькая толика задействована была в этом вопросе. Но нужно понимать и учитывать особенность. У нас достаточно много частного сектора. Индивидуальное отопление. Отключение по электроэнергии приведет к тяжелым последствиям. Заместитель начальника управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин доложил, что в детском саду Пчелка температура составляет от 24 до 30 градусов. Воспитатели уже спрашивают разрешение убрать заклейку окон и так далее. Плюс на завтра планируется завершение регулировки автоматики. И сегодня в данное дошкольное учреждение выходит мастер еще по окнам, по сервису с окнами. До 31 декабря в Бердске проходит призывная кампания. Военный комиссар Андрей Копачев рассказал, что призыв проходит по плану. На призывную комиссию вызываются призывники, в первую очередь, не имеющие права на срочку. На сегодняшний день то задание, которое было установлено Генеральным штабом для города Бердск, выполнено. На совещании глава города поздравил Андрей Копачев с днем рождения. Также Евгений Шестернин поблагодарил заместителя Жанну Шурову и начальника управления экономического развития Юлию Бадрину за организацию деятельности, направленную на развитие конкуренции и обеспечение условий для благополучного инвестиционного климата Новосибирской области.